На этой неделе прошло первое заседание обновленного координационного научно-технического совета Наукограда. В связи с вступлением в Кольцово в новую наукоградную пятилетку у координационного совета изменился состав. Здесь обсуждали вопросы, связанные с научно-производственным комплексом Кольцово, и рассматривали муниципальную целевую программу по поддержке инновационной деятельности. Мы продолжили, и губернатор, вы помните, на наблюдательном совете подписал решение наблюдательного совета 10 ноября, где считается целесообразным сохранить за Кольцово такое эксклюзивное межбюджетное отношение в виде возврата 50% налогов, убегающих в область с нашей территории, но уже с учетом некоторых проектов, реализуемых за счет областного бюджета на нашей территории. Сегодня государство переходит на системную поддержку инновационной деятельности. Чтобы получить помощь из Инвестиционного фонда Российской Федерации, предприятиям необходимо объединяться. В любом случае, поддержка дается только при таких условиях, когда есть объединенные решения о том, что несколько предприятий объединяются для реализации общих проектов под девизом «Конкурируем и кооперируемся». В ближайшее время Кольцово может инициировать создание магистратуры Новосибирского государственного университета по специальности биотехнология и нанобиотехнология на территории Наукограда. У нас есть специалисты на векторе, у нас есть своя образовательная деятельность. Мы сейчас из любого выпускника биологического медицинского учреждения можем сделать биотехнологой. Его проблема удовлетворить условиями труда – наша задача. Поэтому это не скорый вопрос. И с точки зрения самой программы, которую я здесь видел, необходимо обязательно включать. Мы включать взвешенно и обоснованно, с цифрами, что кому это даст. На заседании совета также затронули вопросы по созданию технопарка Кольцово, обсудили миссию инновационного центра и сформировали муниципальные задания для центра как элемента инновационной инфраструктуры Наукограда. Генеральный директор ГНЦВБ «Вектор» Илья Дроздов рассказал о проектах, реализуемых предприятием в 2008 году. Вы знаете, что мы находимся в очень продуктивных взаимоотношениях и с Казахстаном, и с микрогеном на российской территории, и обладаем успешной технологией производства нового типа вакцин культуральных на культурах клеток. И нам необходима доработка этой технологии, собственно, не имеющей сегодня мировых аналогов. И доходность от реализации может составить через несколько лет просто колоссальную цифру, если эта технология будет переложена на производство вакцины против H5N1-сиротипа. Рабочие группы по подготовке концепции проекта развития технопарковой зоны и по созданию магистратуры НГУ начнут работу уже в июле. Следующее заседание Координационного научно-технического совета пройдет в сентябре. Продолжение следует...